Аудиокниги Карл Ванек. Приключения бравого солдата Швейка в русском плену. То обстоятельство, что испуганная корова расторгла связь между бравым солдатом Швейком и императором, за которого Швейк воевал, не оказало никакого влияния на душевное равновесие солдата. Аудиокниги, окруженный русскими, шел он в плен навстречу неизвестному, так спокойно, беззаботно и доверчиво, словно отправился за сосисками к завтраку. Его ничуть не удивляло, что идет он от этапа к этапу, что все время меняются конвойные, что ведут его все дальше и дальше. Он брал у конвойных хлеб, пил их жидкий чай и на вопросы, которых не понимал, отвечал приятной улыбкой и нежным греющим взглядом голубых глаз. Ему даже было приятно, что его снова окружали только солдаты, которых он постоянно сравнивал со знакомыми из своего батальона. Когда какой-то бородач, раньше шеющий с ним рядом, съел в деревне целый коровай хлеба, запив его четырнадцатью чашками чая, Швейк вспомнил о Балауне и почтительно сказал конвойному, у нас тоже был один такой, он поедал столько же, как ты, звали его Балаун, не доводишься ты ему родственникам? У того тоже был желудок, как пожарная кишка, и тот перед тобой, русский обжора, не ударил бы лицом в грязь, тот бы тебе, приятель, показал, на что способен австрийский солдат. В ответ на эту речь, как и все другие замечания Швейка, солдат покачивал одобрительно головой и говорил «да-да-да» или «хорошо». А Швейк, заканчивая разговор, прибавлялся вздохом «да-да-да, хорошо, да-да-да, если бы ты, глупец, умел говорить по-чешски или по-немецки, я бы тебя понимал, а то бормочешь, а я ни слова не пойму, эх ты, дерьмо». Невозможность договориться с русским сильно мучила его. Он вспоминал о собраниях в Праге, на которых ораторы говорили, что Чехию спасет русский народ и что он принесет ей освобождение. Если бы Швейка спросили теперь, что он думает о русских и чехах, он сказал бы «они говорят хорошо и пиво пьют здорово, все эти депутаты, они ведь болтуные и глупые, как ступени на Петршинской башне, никто из них ничего не понимает». Швейк ничего не боялся, потому что русские солдаты были с ним добры. Он дружески разговаривал с ними и с интересом смотрел, как они завертывали ноги в портянки, пропотевшие в высоких сапогах. Портянки эти были большей частью из мешков. Швейк узнал уже, что «садись» означало остановку и отдых, а подъем «пошел-пошел» было командой к продолжению пути. Он исполнял эти два приказания, как хорошо выдрессированная цирковая лошадь. Он все думал о том, какой царь у этих солдат, и пытался расспросить, называл ли он их в манифесте о войне «мои дорогие солдаты». Но на каждое слово, которое он по этому поводу произносил, он получал только «да-да» или «хорошо». И, наконец, он сказал сам себе, должно быть, они больше ничего и не умеют говорить. Когда однажды русский солдат вместе с хлебом дал ему кусок сала, папиросу и сахару, говоря при этом что-то непонятное, Швейк пришел к окончательному заключению насчет русского царя. Он положил солдату руку на плечо и сказал «послушай, ты бородач, а ваш царь, кажется, порядочный человек». И солдат опять на это ответил как граммофон «да-да-да, хорошо-хорошо». В этот день знания Швейка в русском языке пополнил казак, который вел его в штаб-дивизию, отдыхавший в тылу фронта. Он осмотрел ранец Швейка и взял оттуда последние консервы, открывая коробку, спросил пленного. «У тебя только одна мать. Ты почему их сожрал? А табак турецкий у тебя есть, мать?» И Швейк, охваченный радостью, что имеет возможность запомнить часто повторяющееся русское выражение, отвечал. «Консервы хорошо, турецкий табак, да-да, нажрись, вор, мать!» Между ними завязалась дружеская беседа, и Швейк с удовольствием увидел, что казак относится к нему с уважением и, обращаясь к нему по-приятельски, улыбается. «Вот военнопленные, русские слова знают и понимают. Молодец, мать!» За тот небольшой промежуток времени, пока они шли вместе, Швейк заметил, что его провожатый, с кем бы ни говорил, никогда эта мать не пропускает и не забывает упомянуть в начале или в конце каждой фразы, и что солдаты, отвечавшие ему на вопросы, также держались этого правила. Из этого Швейк понял, что вопрос идет о каком-то общепринятом выражении, которое свойственно людям, хорошо воспитанным и порядочным. Когда казак передал Швейка в канцелярию штаба дивизии, в дверях показался молодой высокий офицер, который пытливо посмотрел на пленного и спросил его, «Ты где попал в плен, мать?» Швейк охотно и без колебаний ответил, «Осмелюсь доложить, уброд, мать, господин лейтенант. Почти у самой границы меня забрали, мать!» При выражении этой учтивости офицер подскочил, ударил Швейка по правой и левой щекам, а затем закричал, «Кто тебя научил, мать?» «Так нельзя, нельзя говорить с начальством, сукин ты сын, мать!» Видя, что офицером овладело бешенство, что он начал ругаться и трястись от злобы, Швейк понял, что он ответил неудачно. Взяв под козырек, он сказал, «Прошу прощения, видно, у вас тут ничем нельзя злоупотреблять». «Сознаюсь, что сказал лишнее. Я, господин лейтенант, еще не научился по-русски, знаю только эти слова». Офицер свысока посмотрел на Швейка и, выйдя из хаты, хлопнул дверьми. После его ухода из-за стола встал писарь, очевидный еврей, и, заливаясь смехом, сказал Швейку по-немецки, «Ты, приятель, не повторяй все, что слышишь от солдат. Вообще, я тебе рекомендую в России побольше молчать до тех пор, пока не будешь знать, что ты говоришь. Иначе ты отсюда живым не выберешься». Затем он объяснил Швейку, что обозначают эти три слова, которые так часто он слышал от солдата, и что, собственно, он получил от офицера сравнительно небольшую награду. Затем он отвел Швейка в переднюю, позвал другого солдата, и, показывая на Швейка, сказал, «Отведи его к остальным, и пусть старший зачислит его на обед и довольствие». «Ну, сервус ауфидерзейн, мать», — добавил он легонько, толкнув его коленом в зад. Солдат показал рукой вперед. Швейк пошел перед ним к большому сараю, где уже было несколько пленных, которых охраняли солдаты. И там, снимая со спины ранец, Швейк весело заговорил. «Из какого полка, братцы? Так значит, тут нас много. Недаром говорят, что плохой пример заразителен. Я думаю, что раз уж мы прорвали фронт, то теперь недалеко до Москвы». Ему никто не отвечал. Два немца и один венгер отошли от остальных в угол и стали грозить оттуда кулаками. А Швейк, растянувшись на ранцы, расправил утомленные ноги и стал философствовать. «Да-да, он император-то знал, какое будет начало, а не знал, какой с нами будет конец. Неужели, братцы, мы действительно в России? Мне кажется, что тут погода такая же, как у нас». «Увы, мы действительно в России», — вздохнул старый капрал возле Швейка. «Но тут не так, как мы себе представляли. Я сам поднял руки вверх, они мне за эту рожу расквасили. Забрали у меня часы, отняли бритву, вытащили из кармана кошелек, не оставили даже зеркало. Два дня уж, как я не ел. Да с ними и не договоришься». «Нынче тебе дадут еду», — утешал его Швейк. «Писарем приказал». «Видите ли, братцы, это потому нам тут так плохо, что о нас не знает их император или царь, как они его называют. Он очень порядочный человек, и нас, Чехов, очень любит. Он вообще чувствует по-чешски и по-славянски. Это я знаю от самого доктора Краморжа». И Швейк рассказал, как на одном собрании ораторы уверяли, что царь ни о чем он нам не думает, как только о спасении чехов и славян, и вспоминая цветистые фразы, которыми зажигали народ на собраниях и митингах, он сам пришел в восторг. «Вот, друзья, как только царь узнает, что мы здесь, возможно, что он нас пригласит к себе в Петроград и покажет нам, как он правит Россией». «Сперва была бы господа аудиенция, потом угощение, вечером дворцовый бал, и бог знает что еще. А я бы там, ребята, подцепил себе какую-нибудь блондинку, княжну или графиню, жену какого-нибудь гуфмейстера. И говорил бы ей «хорошо, да-да», — добавил со смехом капрал. «И ты бы не сумел с ней двух слов связать». Это правда. Тяжело поднять жителей враждебного государства, раз они говорят на чужом языке. «Да ведь часто бывает, что и муж с женой не могут договориться», — старался убедить слушателей Швейк. Это было в Корчеглавах. Один углекопьянда озлился за что-то на свою жену, и она с ним перестала разговаривать. А он, чтобы отплатить, тоже перестал разговаривать с ней. Когда им нужно было сказать что-нибудь друг другу, они писали мелом на столе. Случилось мужу заболеть, и он целую неделю пролежал дома. Но в субботу доктор уже не признал его больным и говорит ему «Господин Яндов, понедельник идите на работу». Приходит он в воскресенье с пивной, жена ждет его к ужину. Он поужинал и пишет мелом на столе. «Утром я иду в шахты, разбуди меня в четыре часа». Жена прочла, ничего не сказала и пошла спать. Просыпается он утром, жена мерит кофе, на дворе белый день, а на часах половина восьмого. Муж испугался, вскочил, начал ругаться и кричать на жену «Ты почему меня не разбудила?» А она, не отвечая, показывает ему на стол. Он идет к столу, а там «Подразбуди меня в четыре, я иду в шахты». Рукой жены написано «Вставай, уже четыре». А затем «Уже четверть пятого, вставай же скорее». Швейк на минуту задумался, а затем продолжал. Или этот Голичик, что квартировал в разделове. И он, и его товарищ некто Ферда Берон, оба чихи, они могли ведь договориться. Часто в языке не хватает точных выражений, и оттого бывает много всяких недоразумений. Вот, например, дипломаты. Они должны специально учиться по-французски, потому что этот язык такой, что на нем можно говорить как раз не то, что думаешь. Этот Голичик женился на некой Эме Петрожилковой из Унгыштя, а Берон ухаживал за ней еще раньше. И когда его товарищ женился на ней, то у него этот самый аппетит-то и разыгрался. Она была дюжая женщина, такая полная и мясистая. У нее был задок, как две ватные подушки. И когда она шла, то так им вертело, что у всех мужчин текли слюнки. И вот сидит один раз Берон с Голичиком в пивной. Берон и говорит, когда Голичик собрался уходить домой. «Я тебе завидую, приятель. У тебя такая хорошая жена. Честное слово, Пепик. Я бы дал пятьдесят крон, если бы мог ее похлопать по заднему месту». И с тех пор, когда они шли вместе, так ни о чем другом не говорили, как только о том, как похлопать по ватным подушкам. «Берон, бывало только и жужжит. Знаешь, Пепик, ведь только похлопать, и я с радостью дам пятьдесят крон». Голичик сказал об этом жене, а она отвечает. «Он, наверное, старый развратник, раз у него такие мысли. Но я думаю, что нужно ему разрешить. Ведь за пятьдесят крон я куплю себе новое платье, а от того, что он похлопает, меня не убавится. Но ты поставь ему условие, что ты будешь смотреть, а не этим мужчины, не удовлетворяются одним супом, и только попади им ложка в руки, захотят целый обед». И вот, когда Ферда Берон надоел приятелю со своими разговорами о том, чтобы похлопать, Пепик-Голичик сговорился с ним на воскресенье после обеда, но условился, что он на все это будет смотреть через стеклянную дверь в кухне, чтобы в случае необходимости прийти на помощь. А Берон, в свою очередь, уговорился, что на Эмми будет только нижняя юбка. Вот в воскресенье приходит Берон к Голичкам. Эмма сидит в комнате в черной нижней юбке, а Голичик смотрит в дверь на нее. Берон входит, садится на диван, притягивает Эмму к себе левой рукой, обнимает за талию, а правой рукою гладит ее полушария. Пять минут левой, пять минут правой, и снова наоборот. Она краснеет, Голичик сидит как на иголках. Так прошло три четверти часа. Голичик, наконец, врывается в комнату и орет во все горло. «Будет уж! Давай пятьдесят крон!» А Ферда Берон посмеивается, заложив руки в карманы, и говорит. «Это неправильно!» Я еще этот милый и дорогой задочек не похлопал. Ты и сам видел, что я его только гладил. Вот это, братцы, случилось в Разделове возле Кладна, поэтому нельзя от меня требовать, чтобы я сразу договорился с дворцовой дамой в Петрограде, чтобы я говорил с нею о современном драматическом искусстве, когда она может быть какая-нибудь эскимосская баронесса Северного полюса. После этого разговора Швейк важно осмотрел русских солдат, прохаживавшихся перед сараем с длинными ружьями на плечах, и озабоченно произнес. «Нам надо лучше учиться говорить по-русски, иначе может получиться скандал. Главные, братцы, не говорите никому, кто ходит с серебряными погонами, мать!» «А тебе чего надо?» — спросил его русский солдат, услышавший последние слова Швейка. «Курить хочешь? Вот тебе, махорка!» При этих словах он вынул из кармана маленький пакетик и высыпал что-то на ладонь Швейку, затем отошел. Швейк, не понимая ни слова, с удивлением смотрел на оставшиеся у него на ладони зерна, похожие на крошеную рисовую солому. Швейк, Капрал и другие пленные смотрели загадочные семена, которые, очевидно, должны были для чего-то предназначаться, но никто не знал, что с ними делать. «Для еды это не годится», — заметил Швейк, кладя щепотку у зерен на язык. «Жет как черт». «Возможно, это порошок от вшей», — предположил Капрал. «Воняет как от пса. У них тут все не так, как у нас». «Это, наверное, русский чай», — мешался другой пленный. «Вон из того котла они наливают горячую воду, но перед этим что-то сыплют в чайник. Насыпь немножко в чайник, а я пойду за кипятком». Швейк сыпал порошок с ладони в чайник, и пленный вышел из сарая. Русский солдат сбросил с плеча ружье и закричал. «Вернись, ты куда?» Ну, когда увидел, что пленный направляется к котлу, из которого шел пар, широко улыбнулся. «А-а-а, чаю захотелось. Бери, бери кипяток. Только не удери, а то пулю поймаешь». Пленный налил кипятку и вернул чайник Швейку. Тот попробовал и сплюнул. За ним глотнул Капрал и сделал страшное лицо. После этого другой пленный с отвращением отбросил чайник в сторону. «Черт возьми!» «Удивительный чай», — забормотал Швейк. «У меня рот так и горит, да он жжет сильнее, чем чистый спирт». «Наверное, не нужно было столько класть», — сказал пленный. «А потом от него страшно несет табаком. Не упала ли у тебя, приятель, трубка в чай?» «У нас вот тоже был такой случай». Повар клялся и божился, что он налил в чай плохой ром, но в конце концов выловил оттуда трубку и вынужден был просить прощения. «Конечно», — развязно добавил Капрал, «на кухню всегда посылали неспособных людей. Ну и получались такие скандалы. На нашей полковой кухне заведующим был один бывший танцор, а после него редактор социалистической газеты. Так приготовленный ими гуляш мы должны были доставать из котлов пиками, а порции рассекать саблями». «Мы тут похожи на ту даму из Винера», — сказал Швейк, у которой была дочь в Париже на воспитании. Эта дочь послала ей к празднику кило зеленого кофе вместе с поздравлением. Это было давно, и у нас не знали, что делают с кофе. Так эта дама валяла в сухарях, жарила его в масле, как котлеты, подливала соус из помидоров и никак не могла добиться вкуса. Наконец она его выбросила, а дочь хотела лишить наследства за то, что та будто пыталась ее отравить. В тот раз к Сензу из Карпина было много работы, пока он уговорил ее, чтобы она все свое имущество завещала доминиканцам или францисканцам в малой стране. «Мы вот с этой штукой тоже не знаем, что делать. Может, теперь она будет уже лучше?» Швейк снова стал пить жидкость из чайника, но едва набрал ее в рот, как выплюнул с такой силой, что обдал ей русского солдата с интересом выдавшего за тем, как австрийцы непрестанно глядят в чайник и о чем-то советуются. Затем Швейк упал на земь, схватился за брюхо и закричал. «Меня отравили! Пришел мой последний час. Передайте поклон моей Праге пане Мюллеровой, другу Палевцу и сей Чехии!» Русский солдат, услышав этот крик, вытер рукавом грязное лицо, снял ружье. Подойдя к Швейку, спросил, «Что тут такое? Тебе дурно, да? Заболел, наверное». Швейк, тяжело стяная, показал пальцем на чайник. Солдат посмотрел на него и разразился неудержимым смехом. «Вот дураки! Ведь это махорка, а не чай! Вот как нужно делать!» Солдат вынул из кармана такой же пакетик, из какого Швейк получил в подарок зерна, вытащил из-за голенища кусок газеты, разорвал ее на четвертушке, свернул цигарку, насыпал в нее зерен, завернул конец, вложил цигарку между зубов, зажег спичкой и с наслаждением выпустил облако дыма. «О, брат, как надо! Это махорка, русский табак!»